Бывший госсекретарь США Мадлен Олбрайт, известная тем, что ввела в обиход дипломатический язык броши, пришла на слушание по вопросам беженцев с брошью в виде статуи свободы. Назвав себя беженцем, она подчеркнула, что Соединенные Штаты должны приложить больше усилий для помощи миллионным сирийцев, вынужденных покинуть свои дома. Никогда не забуду, как 11 ноября 1948 года мы с семьей приплыли на остров Элис, и я впервые увидела статую свободы. Я не могу притворяться, что могу представить все испытания, через которые проходят беженцы сегодня. Но я знаю, каково это, когда ты не можешь вернуться домой. Я также знаю, что Соединенные Штаты должны предпринять важные шаги и перестать верить, что мы можем изолировать себя от подобных мировых кризисов. Соединенные Штаты объявили о готовности увеличить квоту на прием беженцев до 100 тысяч в 2017 году. Однако за все годы сирийского конфликта США приняли столько беженцев, сколько их оказывается на острове Лесбос Греции ежедневно – от полутора до двух тысяч. По словам экспертов, сирийцы не скоро вернутся домой. Им необходимы не временные приюты и еда, а долгосрочные решения, которые смогут обеспечить беженцам стабильную и защищенную жизнь в новых местах. А именно – возможность приобрести финансовую независимость и получить доступ к образованию. Еще в октябре 2013 года для сирийских детей, лишенных возможности учиться, была разработана программа «Беспотерянного поколения». Однако попытка оказалась неудачной, без серьезной спонсорской поддержки. Мэр ливанского города Джуния Антайин Фрэм рассказал, что некоторые школы города открыли для детей беженцев дополнительную вторую смену. Однако этого недостаточно. Капля в море, учитывая миллион беженцев, которые сегодня находятся в Ливане. При этом каждый четвертый в стране – сирийц. Ливан экономически не готов к такому большому количеству беженцев. Во-первых, большинство сирийцев живут в недостроенных домах, в некоторых домах нет стен, в некоторых нет туалета. Во-вторых, создалась конкуренция за рабочие места. Сирийские беженцы сменили ливанцев во многих сферах. Как результат, теперь многие ливанцы, особенно талантливые и образованные, эмигрируют из страны. Тем временем 85% беженцев во всем мире нашли убежище в странах, которые сами испытывают экономические проблемы. В соседних Сирии странах беженцев 4,5 миллиона. Однако в этом тяжелейшем современном гуманитарном кризисе ни одна страна не должна оставаться в стороне, говорили вашингтонские эксперты. На вопрос настоящего времени, возможно ли сотрудничество США с Россией в решении этого гуманитарного кризиса, учитывая продолжающееся наращивание российского военного присутствия в Сирии, Мадлен Олбрайт сказала, что возможно, но лишь при одном условии. Хороший дипломат знает, что необходимо уметь отделять одну проблему от другой. Да, мы можем сотрудничать с Россией, но мы не можем забыть о российских действиях в Украине. Это будет серьезной ошибкой. Более того, страны Центральной Восточной Европы нуждаются в нашей помощи. В сирийском конфликте сложилась ситуация, при которой необходимо выбирать из двух зол. С одной стороны ИГИЛ, с другой АСАД. Непростая ситуация, но США и России стоит искать способы сотрудничества в этом вопросе. Тем временем 60 миллионов людей во всем мире оказались жертвами конфликтов и находятся в поисках убежища. И ни у Европейского Союза, ни у ООН нет достаточно средств, чтобы предоставить всем качественную и долгосрочную помощь. Ануши Витисян, Анатолий Кошенко. Настоящее время. Вашингтон.